В эфире наши новости в студии Александр Аверков. Добрый вечер. Закрыть нельзя оставить. Запятую в этом предложении наши соседи из Латвии решили поставить после первого слова. Ночью заблокировали пункт пропуска Силени на границе с нашей страной, по сути превратив его в блокпост. Официальная причина звучит нелепо, мол больше стало попыток нелегального пересечения границы. Но доказательств нет. Да и в принципе все же понятно. Решение, как аналогичное у Польши и Литвы, политическое. Белорусский безвиз по-прежнему привлекает европейцев, а верхам, в том числе рижским, это не нравится. Наш корреспондент Александр Плескачев отправился к рубежам Евросоюза, чтобы понять, есть ли у латвийских властей хоть какая-то логика в их решениях. И кому, прежде всего, они усложнили жизнь. Продолжение следует... Для многих стало неожиданностью Латвия. Последовала примеру Польши и Литвы, которые некоторые свои погранпереходы закрывали ранее. Якобы вопросы с безопасностью. Но в высоких кабинетах Варшавы, Вильнюса, а теперь и Риги, не нравилось, что их граждане могут посещать Беларусь без виз, что люди охотно и делали. За период действия безвизового режима въезда, введенного на территорию республики Беларусь, данным порядком в пункте пропуску Рубана воспользовалось более 240 тысяч граждан. Латвии, без гражданства Латвии, Литвы. Это не только Прибалтика, Польша. Абсолютно вся Европа пересекала здесь государственную границу. Официальная Рига выкатила сразу три причины закрытия границы. Первая. По соображениям безопасности. Но никто не поясняет, в чем конкретно угроза. Вторая. Необходимость перераспределения ресурсов. Здесь вообще все туманно. Наконец третья. С учетом большого количества случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью. Но это подняли на смех сами латыши. Нелегальные мигранты как раз через официальные пункты пропуска не ходят. На то они и вне закона. Причина явно в другом. Это такая политика Латвии сделаться неким кордоном между так называемой просвещенной Европой и отсталой Россией и Беларусью, которые занесены в состав врагов как Европы, так и Прибалтики. И вот очередным таким действием оно это подтверждает, что Латвия хочет стать таким барьером на пути, как еще в сороковые нацистские времена говорили, что это вот восточные варвары, не должны там никаким образом касаться просвещенной Европы. И вот Латвия четко бдит эти нацистские устои, чтобы соответствовать тем высоким моральным устоям Европы, на которые они ориентируются. Силение с нашей стороны это урбаны пользовались популярностью. Ехали не только латыши, но и граждане других стран. Шоппинг, заправка машин под завязку, покупка впрок зимних товаров. Запас беды не чинит. Как правило основная группа перемещения это продукты питания. То есть это белорусские продукты питания, белорусская одежда, товары перемещаются, как правило, в порожнем направлении в сторону Беларуси, обратно идут уже закупками в сторону Латвии. Если вы обратите внимание, ну сейчас на заправке, то латвийские машины, как правило, полный бак заправляют. Теперь, чтобы пересечь латвийскую границу, надо сделать круг. В 100 километрах от Урбан находится уже единственный автомобильный пограничный переход. С нашей стороны это Григоровщина с сопредельной паттернеяки. Здесь, на открытом пункте, очередь из грузовиков в обе стороны растянута на несколько километров. Километров 8, колейка, километров 8. Ну, по Сурбанов, потому что закрыли, все сюда не габарит, скоропортишься, и сюда грузовики поехали. Поток легковушек сюда тоже увеличился, как минимум вдвое. Наши пограничники оформляют быстро, понимают, многим пришлось делать крюк. Для водителей решения оказались сюрпризом, для кого-то неприятным. У нас же здесь глубокие родственные связи. Латвия и Беларусь. У всех родственников в Браслове, вот на той стороне, Брасловский район, лично у моих друзей, подруг. Я сама родом из Краслова, поэтому я хорошо знаю, что здесь родственные связи очень глубокие. Латышская сторона говорит, что это санкция. А вот мы встретили поляков, они сказали, что это вы закрыли границу. Им информация по-другому преподается. Все говорят о том, что и эту границу закроют. Все говорит об этом. Не хотят они мириться. Новый премьер, да, сейчас в Латвии. И как она сказала, говорит, все я сделаю для людей. Первый закон, который она приняла, это закрыло границу на Урбанах. Все ясно, короче, с ними. В очереди к границе люди смотрят на часы, подсчитывают затраты по времени и топливу. Но больше опасаются, что власти Латвии в одностороннем порядке закроют и второй пункт, а значит всю границу. Что тогда, например, делать родственникам, живущим по обе стороны рубежей? Например, съездить на кладбище. И это будет практически невозможно. Александр Плескачев, Сергей Андрушкевич, Никита Полейкевич. Наши новости ОНТ. Закрытие погранпереходов от не что иное, как создание искусственных преград между народами, возведение железного занавеса. Такое мнение высказывают эксперты в отношении действий властей Латвии, которые, судя по всему, даже не замечают абсурдности ситуации. Либо не хотят замечать. Вот официальная формулировка причин закрытия. Сайт Кабмина Латвии, мол, приостановка работы пункта пропуска произошла из-за большого количества случаев незаконного пересечения границы. И даже приводится конкретная цифра. В сентябре предотвращено 1773 попытки нелегально попасть в страну со стороны Беларуси. В любом случае, дескать, именно так намерены бороться с незаконной миграцией в Евросоюзе. Если к вам лезут через забор, зачем закрывать парадный вход? Политика изоляции Беларуси – это преднамеренный ход западных политиков, уверены эксперты. Претензии к Беларуси, что она является транзитером для незаконной миграции, являются в основном необоснованными. Почему раздаются обвинения в сторону Беларуси? Беларусь изолируется от европейского пространства. Понятно, как союзник ближайшей России, как пресловутая угроза с Востока. И это фактор давления. И в данном случае вот этот крохотный пункт, через который, очевидно, никакие мигранты не проникали, он является только предлогом для того, чтобы продолжать раскручивать вот этот маховик антибелорусской истерии. Главным выгодополучателем являются, во-первых, американские политические элиты, которые ведут вот такую войну глобальную на уничтожение с Российской Федерацией Беларуси. Тем не менее, Беларусь продолжает придерживаться добрососедской политики. Об этом президент говорит постоянно. У нас по сей день действует безвиз, но Беларусь гостеприимно, видимо, не нравится политической элите стран Балтии. Ведь в тренде западной пропаганды нагнетать и максимально демонстрировать своим народам нашу страну как аутсайдера. Литву-Латвию я не совсем понимаю. Ну, хотя, скорее всего, они вот в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него. Ну, хотят показать, выпендриться хотят. Ну, это же боком вылезет. А хотят они закрыть, ну, пусть закрываются. Мы же все равно в Литву-Латвию не ездим. И через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе. И своим людям. Они боятся, чтобы люди к нам поехали. Это уже по 700 тысяч за это время без виза. Они же видят, как мы живем. Понятно, что определенные круги в соседних странах, ориентированные на НАТО, ни в чем подобном не заинтересованы. И мнение собственных народов не в приоритете. У Баку готов план по социально-экономической реинтеграции армянского населения Карабаха. Об этом заявил помощник президента Азербайджана. Он также отметил, что проводить заседание Совбеза ООН по этой проблематике нецелесообразно. Напомню, Нагорный Карабах и Азербайджан сегодня договорились о прекращении боевых действий при посредничестве российских миротворцев. Соглашение вступило в силу в полдень по минскому времени. Среди условий вывода оставшихся подразделений и военнослужащих вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Есть договоренность о полном развертывании военных армий обороны Агорного Карабаха. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха будут решаться на встречах с представителями Азербайджана. Первое. Уже завтра Баку достиг всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. Это сказал президент Азербайджана в телеобращении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выступил с заявлением. Ереван не участвовал в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, но информацию примет к сведению. Правда, Армении непонятен пункт о выводе подразделений. По словам Пашиняна, армянской армии в Нагорном Карабахе не было с августа 21-го. Однако Минобороны Азербайджана заявил о том, что их военные за время антитеррористических мероприятий взяли под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований в Карабахе. Украинский кризис и проблемы глобальной безопасности. В Совбезе ООН в эти минуты идет обмен мнениями по самым актуальным вопросам. Свою позицию озвучит и Беларусь, однако случится это ближе к полуночи. Наша страна вновь задействует международную трибуну для продвижения консолидирующей повестки. Беларусь регулярно предлагает мирные инициативы, однако все предложения по восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности попросту игнорируются. Именно дисбаланс сил в регионе и спровоцировал украинский кризис. При этом официальный Минск, как никто другой, заинтересован в его скорейшем завершении и готов делать все для достижения долгосрочного и устойчивого мира. На площадке ООН проходят не только дискуссии в расширенном формате, но и двусторонние встречи. Сегодня глава МИД нашей страны провел переговоры со своими коллегами из Пакистана, Монголии и Никарагуа. Речь шла об обменах визитами, экономическом сотрудничестве и дальнейшей поддержке на международной арене. Почему присутствие украинского президента на саммите ООН американские СМИ назвали величайшей геополитической драмой недели? Как овощи и фрукты положили конец хрупкой дружбе Варшавы и Киева? По каким причинам Польша не пускает Украину в ЕС? И почему всего через несколько месяцев жаркие объятия Дуды и Зеленского в Верховной Раде сменила суровую реальность? Об этом сегодня говорили гости ток-шоу «Объективно». На самом деле ситуация становится опасной. Мне кажется, западные наши коллеги начали понимать, что Зеленский начинает выходить из-под контроля. Я хочу привести пример даже его пикировки с польскими партнерами. Еще вчера они обнимались, целовались за СОС и говорили о нерушимой дружбе, которую пронесут через века. А смотрите, что сейчас происходит. Отказались встречаться. Отказались встречаться, подают в суды друг на друга, обвиняют в всевозможных нарушениях. Зеленский как актер, и как всегда он играет ол-ин, как говорят, ставит все, и он едет своим присутствием, в том числе вот в такой милитарь оболочке, хочет, чтобы его поддержали и поддавили дальше на Российскую Федерацию. Но это уже невозможно, потому что на Западе есть же аналитические центры, и они видят результаты. Резкий поворот во внешнеполитической риторике Варшавы во многом связан с внутренней польской повесткой. Выборы для правящей партии «Право и справедливость» обещают быть непростыми, как и будущее Украины. Потому и цель нынешней антиукраинской позы, того же Дуды, в первую очередь завлечь к урнам правый электорат. Вот так же ранее консерваторы на публику разыгрывали и антимигрантскую карту, и, кстати, эта их ставка не сыграла. Тему безбрежных электоральных проблем для властей страны дополнит политический обозреватель Глеб Нолавров. А вот искренне и радостно приветствую тебя, мой зритель, и поздравляю тебя с возможностью для меня, Глеба Лаврова, поговорить с тобой снова и снова. И при этом совершенно разные международные темы опять, как раньше, поподнимать. Ну и, конечно, дополнять. При этом с иным чувством надо признать, что и мир в канун нашей встречи встрепенулся. И началось в нем, как не прекращалось и сразу, и всякое. Ну, например, в Польше скандал за компроматом и виляющим внешним курсом с радиально противоречивыми заявлениями самых знаковых голов самых высоких трибун ООН. Это все щедро припорошено. И никаких «но». Ну, и раз уж мы с тобой с ними рядом, соседи не выбирают, так вот, эту тему сегодня поднимем и дополним. Тем более, что возвращаться будем и не раз, потому что и их темы не мы выбираем тоже. Ну и начнем с того, что нынешняя жжжж в Польше не на пустом месте, но и неспроста. У них там выборы скоро, на которых рвущаяся к власти партия Туска условно проевропейские ценности. А их правящие конкуренты, партия ПИС, право и справедливость Кочинского, Дуды, Моровецкого, вроде не то чтобы против, но за все национальное, как бы была. И вот, кроме всего прочего, все эти годы их три главных ПИСца, назовем их так, активно поднимали тему нелегальной миграции и критиковали по ней изредка Германию и Меркель, время от времени ту самую не единую по ней свою Европу. Но и нас по теме миграции Троица критиковала всегда. И под эту тему в предвыборные победы ПИСцы записали и коррупционный забор, и рост армии напряженности на границе нашей, и ухудшение уровня жизни поляков даже. Мол, зато денег на борьбу с пришлыми ушло, хоть отбавляй. Однако ровно перед выборами выяснилось обратное. А оказалось, что хором с трио польских борцов с нелегалами в их стране, на уровне минимум их замминистра иностранных дел, использовалась система, по которой польскую визу можно было просто купить, заплатив за ускорение рассмотрения через контору-прокладку, то есть за небольшую взятку. Притом масштабы лазейки были огромны. Так бывший посол Польши, что показательно в США, сказал, во всем мире известно, что путь иммигрантов через Польшу самый простой и дешевый. Идет продажа виз, в основном это разрешение на работу. Польша бьет все рекорды в Евросоюзе. 35% всех выданных шенгенских рабочих виз – работа польской консульской службы. Этим польское правительство закладывает бомбу в центр Европы, выступая движущей силой процесса разрушения Евросоюза изнутри. И тут вроде предвыборным антимигрантским речам партии ПИС пришел, наступил. Короче, у Качиньского, Дуды, Моровецкого теперь проблемы, да? Решать которые они намерены, похоже, так же, как решали и якобы проблему с самими нелегалами. То есть решать не будут, а вот обвинять будут всех и заявлять все, лишь бы свой электорат до участков хоть как-то довести. Например, уже прозвучала от представителя правительства Польши фраза о прекращении со следующего года помощи беженцам украинским. Прозвучат, думается, и в отношении других подобные слова. И тут, кстати, есть повод не только украинцам, азиатам, нелегалам и полякам подумать о другом. Тут на территории, в частности, Польши наши граждане, которым для той же перерегистрации паспорта надо в Беларусь возвращаться, а они не хотят, придумали свой собственный типа паспорт выпускать. Видимо, начитались в интернете про виртуальные страны, которые подобные документы, как сувениры, через этот самый интернет продают. Иногда и недешево. Так вот, то, что после нынешнего скандала с легальными визами польские власти пальцем не шевельнут, чтобы белорусским нелегалам с их инициативой помогать, это очевидно. А вот то, что сделают многое, чтобы помешать, это вероятно. И да, если всем кажется, что это польское руководство, это польское руководство готово положить на алтарь всех и вся, только чтобы остаться у власти, в том числе тех, кого оно провоцировало на релокацию, то это не кажется. Эти, они, точно положат. Вот только и возможные следующие польские власти, они же предыдущие, партия Туска, тоже вряд ли будут сильно другими. Дело в том, что система визового беспредела в Польше, она не как этот скандал, она была создана не под эти выборы. А появилась после реформы 2011 года, когда у власти был кабинет Туска, который тогда вроде был проевропейским, но который уже тогда, например, соглашался с Байденом во всем, в том числе по вопросу про, и значит всегда был готов жертвовать и людьми, и принципами, и своими, и чужими, что характерно. Ну а пока не выяснится, какая из двух таких партий больше устраивает Вашингтон сегодня, обе из них будут топить другую по визовым вопросам и по всем остальным. А еще они обе будут топить всех, кто попадется под руку, и ближневосточных мигрантов, и других оптом недорого. Поэтому очевидно, что тема с польскими выборами, которая сегодня была дополнена в виде скандала с визами, будет продолжена. И, может быть, будет интересно. И, значит, я, Глеб Лавров, с тобой, мой зритель, еще встречусь. Разобраться в проблемах и найти пути их решения. В Совете Республики прошел прием граждан, качество и доступность медуслуг, выплаты пенсии, налоговое регулирование, электронная торговля, жилищный вопрос и не только. У некоторых за плечами уже десятки обращений в различные инстанции. Подобные встречи позволяют объективно увидеть ситуации, что вынудили граждан обратиться за помощью. Многие вопросы требуют более детальной проработки, однако зачастую помочь удается и во время приема. Суть проблемы в реабилитации. Сын получил травму. Я думаю, что вопрос будет решен положительно. Судя о тех вопросах, которые мне задавали, которые я задавала, вернемся к нормальной, радостной жизни. В 1995 году переводизировали свой магазин. Мы работники магазина. Выкупили его за свои деньги. И потом, когда не было средств основных, мы взяли соучредителей, чтобы они внесли деньги и помогли нам. Но они не помогли, они как бы оказались мошенниками. Может быть, сдвинется этот вопрос с точки. Многие вопросы можно было решить на местах, либо при содействии профильного министерства. Однако по различным причинам этого не случилось. Разбирали и такие случаи, где, очевидно, нормативные документы нуждаются в совершенствовании, чтобы исключить повторений. Для себя мы делаем вывод о том, что все-таки мы должны более внимательно смотреть на действующее законодательство и те нормы, возможно, которые надо уже где-то корректировать. В частности, это касается и имущественных отношений. Тех вопросов, которые касаются частного бизнеса, я вот увидела, услышала. Абсолютно правомерно все-таки то, что сегодня такое пристальное внимание к системе здравоохранения. Потому что те вопросы, с которыми приходят люди, мы видим, что лечение – да, но есть еще проблемы с реабилитацией. Желающих поднять свой насущный вопрос немало. За помощью или советом люди приехали из разных регионов страны. В Дзержинске сегодня большое новоселье. Ключи от новых квартир получили 33 молодые семьи. Все – работники здравоохранения. Врачи, медсестры, санитары. Ирина Плоская поздравила счастливчиков с переездом в собственное жилье. Сюда я планирую поставить свою кровать. Тут будет мой письменный стол. Сюда повешу телевизор. Десятилетний Глеб уже присматривается к новой, а главное – собственной комнате. Где расставит игрушки и где будет делать уроки – выберет сам. Теперь такая возможность есть. Еще летом семья медиков с двумя детьми ютилась в съемной однушке в Фаниполе. Сегодня они счастливые обладатели своей квартиры в самом сердце города. С отделкой или без – собственник решает сам. 83 квадрата заветной трешки – это пока только стены. Но все коммуникации, электричество, газ, водоснабжение уже проведены. Осталось завести только мебель. И уже завтра здесь начнется новая история семейной жизни. В Держинске Александр называет себя старожилом. Сюда 20 лет назад приехал работать в районную ЦРБ. Там же нашел свою любовь – медсестру Веронику. С тех пор понял – у маленького города большое будущее. Поддержка государственной медицины, конечно, ощущается. Сейчас наши центральные районные больницы установили ряд важного диагностического оборудования. Такого компьютерный томограф, аппарат МРТ. Построили диагностические корпуса. Зарплаты растут потихонечку. У выкупа арендного жилья были такие планы. И это здорово. Развитая инфраструктура, рядом школа и детсад. Во дворе – детская площадка, в шаговой доступности – работа. О том, что за 10 месяцев станут обладателями уютной двухкомнатной квартиры, Елена Блиновская с мужем Евгением не могли и мечтать. В прошлом году переехали в Держинск по распределению. Встали на очередь как нуждающиеся. После рождения первенца Саши молодой семье предложили место в новостройке. На выгодную сделку согласились, не раздумывая. Были далеко в очереди. Я не рассчитывала на то, что так быстро мы получим. Для нас это было неожиданностью, но приятной неожиданностью. Поспособствовало то, что при поддержке государства мы получили субсидию. Заехать, конечно, хотелось бы к Новому году, но по мере возможности, скажем так. Сегодня Новоселов поздравлял весь район. Для них ключи от квартир. Всего в новостройке их 33. Дом на Октябрьской 4 в очередной раз доказывает, что тем, кто по призванию спасает жизни в нашей стране, особое отношение. Для медиков только в Держинске возведут два арендных дома. Здесь строят не только жилье. Поликлиники, школы, спортивные центры. Все для комфортной жизни. Сюда приезжает и остается молодежь. Начат строительство тоже физкультурно-оздоровительный комплекс с большим спортивным залом на 500 мест для зрителей. Начнет строить дом. Уже заключен договор МОПИД на 107 квартир в микрорайоне Железнодорожный, который будет предназначен для многодетных семей. Проектируется дом на перекрестке улиц Минской и Первой Ленинской, которые тоже будут предусмотрены для квартиры для нуждающихся. За полгода 23-го для нуждающихся в улучшении жилищных условий по всей стране ввели в эксплуатацию 830 тысяч квадратов жилья. Работа продолжается. Списки формируют исполкомы. Ирина Плотская, Сергей Янковский. Наши новости. Минская область. Время, когда формируется продовольственная безопасность и начинается подготовка к зиме. На полях продолжается уборка кукурузы. Это главная кормовая культура. А в регионах формируются стаб-фонды продовольствия. Хозяйство запасается овощами на период межсезонья. Максим Вечерков, когда важно не только вырастить, но и сохранить. Влажность на сегодняшний момент составляет 47-48% зерна. Если говорить про глюфосенат аммония, то тоже около 47%. А на контроле все равно больше 53% влажность зерна. То есть мы за 7 дней уже снизили влажность больше 10%. И это тот случай, когда эксперимент проходит успешно. Хоть и выводы делать рано, аграрии говорят, результат уже сейчас оптимальный. Царица полей. Культура не самая простая. Скорее даже капризная. Жара и солнце ее стихия. А вот перепадов температур боится как огня. Приходится торопиться. Но под Зержинском на практическом примере видят решение. Новую подсушенную кукурузу здесь убирают в полтора раза эффективнее. Дефективность замечательная. Руководитель хозяйства называет до 300 рублей на гектаре происходит экономия. Кукуруза обработана буквально неделю назад. Если бы ее не обрабатывать, еще приходилось бы ожидать, наверное, около месяца. Частота обмолачивания значительно выше, где-то процентов на 8. И выход зерна с гектара получается больше. Затраты сокращаются. Помимо этого нагрузка на технику уменьшается, потому что отсутствует зеленая масса, которая дает дополнительную нагрузку. Такая практика не новая. Раньше ее использовали для других зерновых. На кукурузе эксперимент впервые. Контроль проводится второй раз. Половина пути пройдена. Итог через неделю подведут ученые из Института защиты растений. В данном опыте мы изучали три действующих вещества. Это декват, это глифосат в двух нормах, в средней и в максимальной. И наш зарегистрированный препарат «Лайфлайн», который является последним. Видно, что наиболее эффективно в настоящий момент сработали декваты. И я думаю, что к концу следующей недели уже будет подготовлен научный отчет по результатам проведенных исследований. Лук созревает в среднем через 80 дней после посадки. Его уборку обычно начинают, когда нет дождей. Выбирают самый солнечный день. В сухой земле сухие луковицы. Сначала их выкапывают, раскладывают тонким слоем и оставляют досушиваться. Потом за дело берется комбайн-подборщик, который отправляет витаминную культуру в кузов грузовика. Средняя урожайность в этом хозяйстве 330 сантиметров с гектара. У нас поливальные установки стоят. И мы старались разместить в основном все овощи, чтобы были именно под поливом. Часть, что без полива, там, естественно, урожай похуже. Но где под поливом, там неплохой урожай. Продолжается уборочная кампания. Уже под крышей с полей лук поступает на склад. Там его перебирают, сортируют. И если это необходимо, еще раз просушивают. Ежедневно через такую линию проходят тонны репчатого. Мы следим за температурой, чтобы хранился лук хорошо. Чтобы лежал, чтобы не было гнилого. Бывает, что допоздна и работаешь, и тяжело. Но приходится выходить даже и на выходных. И такой график вполне объясним. В короткий срок этим людям необходимо буквально под завязку наполнить хранилище. Это большие камеры со специальными настройками. Климат, контроль и система вентиляции. Лук, картофель, морковь, капуста и свекла. Это так называемый борщевой набор. Основа регионального стабилизационного фонда, без которого не перезимовать. Производители на новый урожай будут формировать цену, которая будет согласовываться с комиссией при Гомельском облсполкоме. Но в целом видно, что с учетом ожидаемого урожая, то, что пока мы видим на потребительском рынке, ожидается, что цены сохранятся примерно на уровне прошлого года. Но самый главный момент все-таки это то, что производимая закладка позволяет обеспечить гарантированное наличие наших отечественных овощей на наших прилавках. К тому же создание таких запасов позволит бесперебойно до следующего лета обеспечивать свежими овощами больницы, садики и школы. В этом году только Гомельская область заготовит около 7 тысяч тонн картофеля и столько же овощей. Окончательно стабилизационные фонды сформируют примерно к концу октября. Максим Вичерков, Александр Титовец, Виталий Гончарик и Владимир Пятенев. Наши новости ОНТ. О судьбе индивидуальных предпринимателей, для чего меняют условия их работы, поговорим в вечернем эфире ОНТ. Проект «Все понятно» с Мариной Караман сразу после наших новостей. Сегодня о тех, кто действует на свой страх и риск, но опираясь на государство. Индивидуальные предприниматели. В правительстве сейчас разрабатывают законопроект с изменениями для тех, кого считать малым бизнесом. Сколько платить налогов? Кем быть? ИП? Ремесленникам? Самозанятым? А может, фирму открыть? И вообще, сколько их? ИП в Беларуси? Расскажем. До встречи. Гродно стал ближе к спорту. Сразу в трех школах с началом учебного года появились суперсовременные воркаут-площадки. Заниматься сюда приходят и взрослые дети со всей округи. Такие подарки – часть большого социального проекта президентского спортивного клуба, который реализуют по всей стране. Очень успешно. Яркие тренажеры оказались хорошим способом отвлечь семьи от гаджетов и приобщить к спорту. Продолжит Надежда Завиновская. Молодец. Теперь на таких кольцах буквально висит вся пятая Гродненская школа. На каждом уроке физкультуры педагоги обязательно включают упражнения на новых тренажерах. А их тут около двух десятков, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Надежное железо, безопасное мягкое покрытие, дети в восторге. Супер. Она очень крутая, в ней очень прикольно лазать, в ней очень весело, можно познакомиться с новыми друзьями. Тренажеры хорошие, развивают руки, все телосложения. Тут очень хорошо подтягиваются. Тут есть специальный тренажер для того, чтобы отжиматься. И очень нравится волейбольная площадка и баскетбольная площадка. Сделал уроки, пошел домой, переоделся, то прихожу сюда. Либо просто так погулять, выхожу, я сюда всегда прихожу. Подарок от президентского спортивного клуба нужный. Школе уже больше полувека. Старый стадион износился и давно требовал ремонта. Поддержку от местных властей, новая беговая дорожка, зона для пляжного волейбола, поле для мини-футбола. К здоровому образу жизни вместе с детьми приобщился весь микрорайон. С самого утра до позднего вечера огромное количество детей, спортсменов, мамочек молодых с колясочками посещают эту площадку. Все жители микрорайона и наши учащиеся относятся к ней очень бережно. Даже снимают обувь, когда заходят на территорию. Двойная благодарность, когда привезли наш ворк-аут, разгружала пол микрорайона нашу площадку. И таких многофункциональных площадок в Гродно сегодня три. Впервые появились в областном центре в качестве эксперимента. Месяца не прошло, а он уже доказал свою эффективность. В 32-й школе даже после уроков ЗОЖ в тренде. Свободных мест нет. Пока малыши лазят и скачут, старшеклассники качаются и играют в баскетбол. В топе и боксерская груша из автомобильных шин. Мне больше всего нравится на кольцах кататься и подтягивать штанги. Площадка очень крутая. Здесь очень много народу всегда ходит. Нам предоставили возможность заниматься спортом, который является неотъемлемой частью нашей жизни. Ну, не даром же говорят, что движение – это жизнь. Сейчас можно в любое время выйти, позаниматься для своего здоровья. А еще, как лично мне, я люблю играть в баскетбол. И мне очень понравились баскетбольные кольца, которые здесь поставили. Спорт для всех и в шаговой доступности. Воркаут оказался хорошим способом отвлечь всю семью от гаджетов. А расположение на территории школ – возможность загружать площадки в течение всего дня и держать их под контролем. Детей это очень привлекло, конечно. Одни сначала пришли с любопытством посмотреть, что это такое. А затем, когда они попробовали, увидели, что это еще и здорово позаниматься и классно, и у них все получается, рассказали своим друзьям. И поэтому здесь очень много детей. Теперь в Гродно уже мечтают установить такие едва ли не в каждой школе. Запросы от директоров поступают, планы составляют. И такие сегодня открывают по всей стране. Уже не один десяток. Разного размера, с модификациями. В дополнение, к примеру, футбольные поля от профильной федерации, как в том же агрогородке Луцкавляны под Гродно. Потому как практика показывает, на таких малых площадках и начинается большой спорт. Здесь растут будущие олимпийские чемпионы. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно. Пусть и живут в других краях, в сердце Родина. На четвертый фестиваль искусств белорусов мира съехались участники со всей планеты. Больше двухсот человек из двенадцати стран. Вокальные и хореографические коллективы, сольные исполнители. Для них насыщенная программа. Экскурсии, мастер-классы и посечения исторических мест. Во всех Святском храме обсудили совместные проекты и возможности развивать национальную культуру в любой точке мира. Я люблю белорусские песни, белорусскую музыку. Я выросла здесь, в этой культуре. Мы очень часто ездили на экспедиции, собирали белорусский фольклор. В Армении я живу 15 лет. В коллективе нашем и руковожу нашим коллективом я около пяти лет. Уже мы не первый раз участвуем в этом фестивале. В этом году у нас приехал, наверное, самый многочисленный коллектив. Нам уже больше, чем 26 лет. Мы стараемся сохранить культуру, традиции, обычаи, нашу историю, не забывать свой язык. Очень мы признательны, что такие организовывают нам встречи, на которых мы можем иметь такую возможность поговорить на белорусском языке. Петь песни. Они впитывают в себя вот эту белорусскость как можно больше, каждая клеточка из своего тела. И чтобы потом, приехав в свои страны проживания, делиться вот этой вот нашей гостеприимностью, нашей добротой. Открытие фестиваля завтра на сцене Минского дворца культуры. Но коллективы выступят не только в столице, а и во всех регионах страны. И еще об одном интересном проекте – традиции для будущей, который продолжает Беларусьбанк. Благодаря ему десятки городов в Беларуси уже украсили авторские муралы. Сегодня новый появился в столице. Монтументальная живопись «Оберег» – подарок Минску ко дню рождения. До этого жилая высотка на улице Грома была весьма заурядной. Сейчас дом – художественный объект. Ключевая деталь о росписи парящей аисты в белорусском фольклоре символизирует защиту и чистоту. Они же символ года мира и созидания. Идея такая появилась – сделать из троицкого предместя гнездо всего города. Чтобы действительно гости города могли, проезжая здесь по кольцевой дороге, въезжая в город, могли сразу заинтересоваться. Организаторский процесс согласования – он очень сложный, очень долгий. Нужно очень много всего сделать. Разрешение для работы на высоте, организовать всю технику, организовать всю краску, все посчитать. То есть ты, сам того не замечая, вырос до такого уровня, что ты делаешь такую большую реальную работу. Красота наводится. А вот эта красота ехала с дачи. Как подняла голову. Вы знаете, что слезы потекли от радости за свою родную Беларусь. Проекту более трех лет. Через серию муралов люди по всей стране знакомятся с городскими легендами и белорусской мифологией. Цель – не только украсить города, но и показать наши корни и культурное наследие. Минск стал уже одиннадцатым городом, где появился такой вот красочный мурал. Символично, что в столице мурал появился в этом месяце, к дню рождения города и к дню нашего общего праздника, к дню народного единства. Я уверен, что этот мурал станет новой достопримечательностью нашей любимой столицы и понравится как жителям города, так и ее гостям. И сегодня открытие этого замечательного мурала в московском районе как раз-таки закрепляет именно нашу любовь к нашему прошлому, к нашей истории. Прекрасный подарок городу. Первый мурал от Беларусьбанка появился в Пинске и оттуда продолжил свое путешествие по городам. География обширная, всего 11 объектов, и каждая из них – это история о самом ценном. И о погоде на ближайшие дни узнаем у Дмитрия Рябова. Добрый вечер, Дмитрий. Добрейшего. Сегодня холодный атмосферный фронт из Европы добавил серых оттенков бабьему лету. Но это ненадолго. Его сменит очередной погожий антициклон. Утром будет туманно и свежо, а вот днем – по летнему тепло. Завтра погодные условия будут определять область высокого атмосферного давления. Облаков меньше. Дожди маловероятны. И только ночью по юго-востоку сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. В четверг переменная облачность. Без осадков. Лишь ночью по крайнему юго-востоку небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Видимость до полукилометра. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление высокое. Ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится. Утром температура от 12 по северной половине до 15 градусов по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее. В дневные часы от 21 по востоку до 24 по западу. К вечеру в диапазоне от 15 по Витебской области до 19 по Гродненской. В пятницу тепло. Погоду будет формировать периферия антициклона с центром над Поволжьем. И теплые воздушные массы с юга Европы. Переменная облачность. Без осадков. Ночью от 8 по востоку до 18 по западу. Днем 22-28. В субботу утром и днем в западных районах скажется влияние атмосферного фронта. Где и пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. На остальной территории по-прежнему сухо. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.